МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» расскажет вам, когда сдадут в эксплуатацию первый в Гомельской области многоэтажный дом со встроенным детским садом, а также как в областном центре проходит уплотнение городской застройки. Кроме того, вы получите информацию, касающуюся адресного субсидирования в жилищном строительстве. Один из привлекательных микрорайонов с развитой инфраструктурой в нашем городе – 19-й. Группа многоэтажных домов, которые возводятся здесь, по улице Мазурова, уже, кстати, вызвала большой интерес у гомельчан. Особенность этих новостроек – наличие на первом этаже в одной из них встроенного детского сада. К слову, в Гомельской области это пока первый опыт возведения такого дома. Рассмотреть этот вариант с жилья своим клиентом предлагает Гомельский домостроительный комбинат. Архитектурно-проектная мастерская Гомельского домостроительного комбината впервые в нашей стране разработали проект десятиэтажного панельного дома со встроенным детским садиком. Садик рассчитан на 60 мест. Садик будет расположен на первом этаже. Ввод в эксплуатацию многоэтажки со встроенным детским садом запланирован на апрель 2018 года. Сейчас же активно ведется продажа квартир. В крупнопанельном доме номер 78 располагаться будут двухкомнатные и однокомнатные квартиры. В первые дни продаж все двухкомнатные квартиры были распроданы. Дом пользуется огромным спросом. Остались в наличии однокомнатные квартиры. Цена за квадратный метр – 920 белорусских рублей. Кстати, приобрести квартиры вы сможете и в новостройках, входящих в этот жилищный комплекс. В крупнопанельном доме номер 77 и 79 остались в наличии однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Цена за квадратный метр – 920 белорусских рублей. Метраж однокомнатной и трехкомнатной квартиры составляет 42 квадратных метра и 83 квадратных метра соответственно. Крупнопанельные дома номер 77 и 79 будут сданы в эксплуатацию уже нынешней осенью. Стоит отметить, что на прилегающей к жилому комплексу территории будет реализован уникальный проект по ее благоустройству. В частности, речь идет о качественном и обширном благоустройстве в соответствии с мировыми стандартами, где потоки автомобилей будут полностью отделены от детской игровой зоны. Кроме того, тут появятся тренажерные и спортивные площадки. По словам специалистов, это будет группа жилых домов со средой обитания. В рамках настолько плотной жилой застройки было очень тяжело сделать качественное благоустройство для того, чтобы люди могли отдохнуть, заняться спортом. Таких проектов больше, пока вы на территории Гоя-Родогомеля не делаете. Дома КПД – это массовое строительство. Это первый пробный вариант. Да, есть несколько площадок, на которых запланировано строительство точно таких же жилых домов с такими же встроенными детскими садами, что, в свою очередь, позволит очень сильно разгрузить основные сады. Это значительно дешевле, чем строительство нового детского сада. Отметим, что возведение встроенного детского сада в одной из многоэтажек по улице Мазурова станет подарком для жителей областного центра от Гомельского домостроительного комбината. Еще одна площадка в 19-м микрорайоне по улице Мазурова, где началось строительство многоквартирного жилого дома. Она, кстати, находится вблизи группы домов со встроенным детским садом. Мы сейчас находимся в 19-м микрорайоне. Здесь началось строительство жилого дома. Дом 21-д, 11-этажный двухподъездный дом с набором 1- и 2-комнатных квартир. Площадь 1-комнатных квартир – 43 метра квадратных, площадь 2-комнатных квартир – 58 метров квадратных. Ориентировочная стоимость – 918 рублей за 1 квадратный метр. Более подробную информацию мы напечатаем в проектной декларации, которая планируется в ближайшее время. Желающих построить квартиры в данном доме можете обрастить в единый центр продаж, который находится на улице Белецкого, 7. 11-этажный двухподъездный дом по улице Мазурова планируется сдать в первом полугодии 2018 года. Прилегающая территория к дому будет оборудована детской площадкой и парковкой. Большая стройка также предлагает вам ознакомиться с еще одной новостройкой, которая возводится в уже существующем микрорайоне. Итак, Новобелица, улица Пионерская. Десятиэтажный дом будет построен в одном из самых прекрасных уголков этого района. Так, в частности, из окон верхних этажей новостройки будет открываться живописный вид на храм Александра Невского и зону отдыха пруды. Рядом с вашим жильем будут расположены детские сады, школа с бассейном, учреждения образования и здравоохранения в шаговой доступности остановки общественного транспорта. В доме предусмотрена удобная планировка квартир, большая и простобная кухня, жилые комнаты от 16 квадратных метров. В доме предлагается 76 квартир, в том числе 19 однокомнатных квартир площадью почти 39 квадратных метров, 57 двухкомнатных квартир площадью от 56 до 60 квадратных метров. Дом строится на коммерческой основе, без государственной поддержки, и цена за один квадратный метр составляет 875 белорусских рублей. Стены дома будут из силикатного камня, лоджии с панорамным остеклением. Новостройку оборудуют парковочными местами, также предусмотрено благоустройство территории с организацией зон отдыха и игровых площадок для детей. В газете «Гомельская правда» размещена проектная декларация по дому. И с 20 сентября мы будем осуществлять прием заявлений на долевое строительство по данному дому. Приглашаем вас принять участие в долевом строительстве. С проектной декларацией также можно ознакомиться на сайте УКСа города Гомеля или же позвонить по нашим телефонам. Спешите подарить себе свое собственное жилье с необыкновенным видом из вашего окна. Ждем вас в нашем будущем веселом. Строительство нового жилья, предназначенного для нуждающихся в улучшении жилищных условий, сейчас ведет Гомельский домостроительный кабинет. Многоэтажка будет располагаться по улице Федюнинского. Ведется строительство многоэтажного крупнопанельного дома номер 4 по улице Федюнинского. Квартиры в данном доме предназначены для нуждающихся по 240 указу. В данном доме есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Площадь однокомнатной квартиры заставляет 40 квадратных метров, двухкомнатные квартиры 60 квадратных метров и трехкомнатные квартиры 80 квадратных метров. Заказчиком и застройщиком является Гомельский домостроительный комбинат. Проектная декларация выйдет в октябре этого года. В Беларуси вступил в силу указ номер 240, который ввел новую форму государственной поддержки граждан, адресное субсидирование в жилищном строительстве. Ответы на вопросы о том, кому и на каких условиях будут предоставляться субсидии, искала программа «Большая стройка». Вступил указ президента Республики Беларуси в 240-й о государственной поддержке граждан, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий при строительстве жилья. Утвержден список домов по Гомельской области. Это будет два дома на Федюнинского, куда мы будем приглашать граждан, состоящих на очереди в улучшении жилищных условий. В первоочередной порядке мы будем приглашать многодетные семьи с четырьмя детками и более, кто простоял более трех лет. После того, как мы опросим многодетные семьи, мы пригласим семьи, воспитывающие детей инвалидов и детей-сирот. Дадим разъяснительную работу, расскажем все про указ и дадим перечень документов, которые необходимо собрать. Мы насчитаем субсидии. После принятия решения о предоставлении субсидий, граждане обращаются в банк, где им будет открыта кредитная линия. Согласно нашего решения, кредитная линия будет погашаться государством. Это будут проценты. Многодетным семьям основной долг. Я думаю, это достаточно хорошая помощь государству при строительстве жилья. По словам специалистов, на основе данного указа граждане могут осуществлять возведение жилья как в многоквартирных жилых домах, так и индивидуальное жилищное строительство. Граждане, имеющие земельные участки и обладающие правом на получение субсидий, могут обратиться в администрации районов с заявлением на их получение. Самое главное, что должно быть, кроме подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных условий и малообеспеченности, наличие согласованной проектной документации со сметной частью и разрешение на строительство. При этом наличие 15-процентной готовности жилого дома не требуется. Изучив нынешнее состояние рынка недвижимости Гомеля, программа «Большая стройка» поинтересовалась кредитными новинками, которые предлагают гражданам отечественные банки под строительство жилья. И в частности, на каких условиях Беларусьбанк осуществляет кредитование по указу номер 240. Банк предоставляет кредиты на финансирование недвижимости, на строительство и реконструкцию жилых помещений на основании решения исполкомов о предоставлении субсидий сроком до 20 лет. Размер кредита определяется в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения, установленной в решении исполкома и с учетом платежеспособности кредитополучателя. Погашение кредита осуществляется со следующего месяца после приемки объекта в эксплуатацию. Проценты за пользование кредитом уплачиваются за фактическое время пользования кредитом. Ставка по договору устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. На сегодняшний день это 11,5%. Начиная с 25 месяца после заключения кредитного договора ставка будет установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка плюс 3%. При расчете платежеспособности кредитополучателя допускается включение в совокупный доход доходов иных поручителей. Все новинки в сфере строительства жилья вместе с вами изучала программа «Большая стройка». На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на стройплощадках Гомеля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова